Один в поле не войн И не менее известного журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Итак, я читаю А напоследок хочу рассказать историю совсем другого человека Я бы даже написал «Человека» с большой буквы В 1940 году у ворот японского консульства в Каунасе столпилось несколько тысяч страждущих Это были евреи, бежавшие от гитлеровцев на территорию Советского Союза Формально их должны были отправить обратно Единственной возможностью избежать гибели была получить транзитную визу через территорию Советского Союза И даже те посольства, которые имели возможность выдачи подобных виз, вовсе не спешили это делать Отчаявшиеся беженцы нашли выход на японского консула Сугихару Обратились к нему с просьбой о выдаче транзитных виз Сугихара, дипломат страны, воюющий на стороне Германии, вынужден был запросить свой МИД МИД Японии, естественно, отказал И Сугихара принял решение На свой страх и риск начал выписывать транзитные визы Несколько дней, с утра до вечера он делал это в консульстве Затем консульство закрыли, и он продолжил работу в гостинице А потом из окна поезда, увозившего его из Литвы, он выбрасывал чистые бланки со всеми печатями Учет никакой не велся Виза выдавалась на семью, в которой могло быть как минимум два человека А реально и три, и пять, и десять Когда вдова праведника Сугихара уже спустя много лет приезжала в Израиль Откуда-то всплыла цифра Пятьдесят тысяч человек, живущих сегодня, благодаря этим нескольким суткам напряженной работой японского дипломата Вот так Один человек не воин? Вот такая история Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!